Добрый день, уважаемые северодвинцы! Сегодня Чистый Север 29 проводит очередную, уже 40-ю акцию по раздельному сбору отходов в городе Северодвинске. Также на пяти площадках города наши волонтеры сегодня работают и принимают вторресурсы от населения. С каждой акцией людей приходит к нам все больше и больше. Например, сегодня подходила ко мне женщина и предложила помочь ей рассортировать правильно отходы и сказала, что первый раз к нам шла на акцию. Очень приятно, когда к нам присоединяется все больше людей. Приходите все на нашу сортировку отходов. Еще хочу сказать приятную новость. Уже известно, что инициативы по раздельному сбору отходов, которые недавно собирались в Архангельске на съезде региональных инициатив по РСО, где было предложено организовать артель переработчиков, недавно как раз объявили о том, что такая артель переработчиков наконец-то будет организована. И надеюсь, что это как раз очень положительный, очень добрый знак, толчок к развитию разумного раздельного сбора отходов в нашем городе и в регионе. И надеюсь, что скоро появятся не только в Архангельске, но и у нас в Веродвинске контейнеры для нескольких фракций. Поэтому мы всячески будем поддерживать эту инициативу и помогать МПК и другим переработчикам. Так, друзья, вот обратите внимание, у нас каждую акцию в районе ТЦ Макси приносят по нескольку вот таких коробок. Коробки, значит, из-под медоборудования. Вот можно ее использовать для гвоздей, для каких-то мелких поделок, для контейнер, для ниток. То есть, вот, пожалуйста, можете подходить каждый выходной, когда мы здесь проводим акцию, ну, через выходной. И взять себе для каких-то нужд. Вот такие замечательные коробочки. И они, собственно говоря, пойдут в дело. Вот эта часть снимается. Можно им организовать вторую же. Там желтая часть достается. Они есть поменьше, есть побольше. А вы не скажете, это из-под чего такие пластиковые столбики? Пленка для неновочной. Пленка? Да, для неновочной. Это неновочная пленка. Вот это пленка. Вещитная пленка. Ну, вот смотрите, друзья, спокойно можно эту пленку, эти столбики использовать на даче для каких-то целей под водосток или под... Под что, Анатолий, можно использовать? Надо собираться на коробку. А? Правильно. Это столбик. Слушайте, а можно сделать, знаете, для чего? Обмотать действительно вот бечевкой и код, чтобы ползал... Когти-когочка. Ползал когти-точим. Замечательная вещь. Да? Ну, вот вторая жизнь. Анатолий решил использовать на даче. Друзья, очень много книг здесь попадает. Если кому интересно действительно вот почитать старую советскую литературу, огромное количество книг идет. В принципе, можно прийти и то же самое взять эти книги как раз для себя. Действительно, почитать на даче. Очень много книг. Дмитрий, откуда этот пластик у вас? А вы не этот, который я сняли. То есть вы собирали территорию, очищали? Да, да, да. А где, в каком районе? В старом городе. Ну, в каком, понятно, в старом городе? Около ДК-строителей. ДК-строителей. То есть там на мустыре вокруг ДК, да? Да, да. Прошу. Так, пробки, да, точнее. Прошу. Да, они отдельно очень светкие вещи. Здравствуйте, Екатерина. Вы не подскажете, вот вы сейчас пришли на нашу акцию сортировки отходов. А как давно вы занимаетесь сортировкой, семьей, и на сколько фракцию у вас получается сортировать? Сколько частей? Ну, как только узнала о том, что происходят такие акции, куда можно сдать мусор, так сразу стала собирать. То есть это у меня макулатура. Кстати говоря, в школе очень часто собирают макулатуру. Мы туда всегда относим пластик и стекло. Вот эти маленькие баночки, которые не пригодны для заготовок, скажем так. Ну, как вы считаете, это очень полезно для нашего города? Конечно, полезно. У нас очень много мусора. В общем, мы живем на окраине города, и в лесу такое количество пластиковых бутылок. Прям хочется обратиться, дорогие отдыхающие. Если природа вас любит, подарите природе красоту, пожалуйста, и чистоту. А в какой части, вы говорите, на окраине города? Ну, вот Победы. На Победы? Да, здесь река Кудьма и озеро. И на выходные, и просто так днем, летом, и сейчас до сих пор люди ходят отдыхать. И оставляют за собой огромное количество мусора, да. Но хочется отметить, что стало более осознанных людей, которые собирают этот мусор. Как вы считаете, у нас, смотрите, на сегодняшний день в новой части города, вот мы упомянули улицу Победы, отсутствует контейнера для раздельного сбора отходов. Согласитесь, неплохо бы, если бы администрация прислушалась все-таки к жителям нашего города и установила контейнера и в новой части города. Было бы отлично. Это было бы просто отлично. Ну, не нужно было бы копить это дома, а ежедневно там или через день можно было бы выносить в определенные контейнера. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Приходите на наши акции, каждый день и все. Спасибо. Доброе дело делаете, очень хорошее. До свидания. Дмитрий, вот вы сегодня приехали на машине, здесь выгрузили у нас большое количество пластика. Сейчас вот забрали картон и повезете. А куда вы именно повезете его, расскажите. Картон мы сейчас забрали, повезем на центральный склад, где собирают макулатуру в поддержке сбора их лагерей. То есть мы сейчас этот картон забираем, отвозим. Мы еще сами отдельно собираем картон и всю макулатуру. Забираем сюда в офисе и также везем на центральный склад. А этот склад где находится? Склад находится на Победе 14, там здание детского сада бывшего. И там большое помещение, где родственники, родители, родители собирают проект макулатуры и потом уже централизованно сдают. Ну, как считаете, это очень отличная акция для нашего города? Вот чем вы занимаемся каждые две недели? Ну, в принципе, да, почему нет? Люди сортируют мусор пластиком, бумагу отдельно сдают. И теперь картон можно, да, не просто там создать, чтобы какой-то там переработающий центр получил за эти деньги, а можно эти деньги направить там на помощь больным детям. Спасибо большое. Уважаемые северодвинцы, сегодня я хочу представить вам одного из представителей Архангского мусороперерабатывающего комбината Вячеслава. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Что вы хотели бы сказать нашим жителям города по поводу того, что они участвуют в таких акциях? Ну, в первую очередь, хочу сказать, что большая благодарность от компании, от нашей. Во-первых, все сортируется качественно. Стекло отдельно, полиэтилен отдельно, металл отдельно. Это, наверное, такая большая заслуга, что вы приобщаете людей, жителей города Северодвинска. Вот у нас пока в Архангельске такой акции нет, такой масштабной, как у вас. Но думаю, что все будет у нас среди. Так что... А, Вячеслав, вот вы и в Новодвинске же тоже забираете отходы? Нет, мы раньше забирали, когда у нас было РСО, вот, мы забирали Северодвинск, Архангельск, Новодвинск. Да, это у нас было, все это у нас было. Сейчас в Новодвинске таких акций тоже не проводят? Сейчас таких акций не проводят. Ну и хотелось бы, чтобы и в Архангельске, наверное, возобновили бы. Ну, хотелось бы, конечно, но что теперь сделать? Ну, естественно, у нас с Ириной сразу просьба в дальнейшем, в ближайшей акции, все-таки нам показать всю цепочку погрузки, вот, начиная от того, где мы грузим в Северодвинске, ну и, соответственно, показать, куда мы вывозим эти отходы. Да, непосредственно, я думаю, что даже, может, сегодня я все это сделаю по дороге, смонтирую, как происходит выгрузка, как происходит сортировка, досортировка, то, что вот привозим из города Северодвинска. Спасибо еще раз. Спасибо, Вячеслав, за сотрудничество, очень рады, что вы работаете в направлении СОА, и мы вас всегда будем поддерживать. Спасибо, Вячеслав. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, сегодня у нас сортировка отходов, вторая точка, это Морской 70, ТЦ-Сити. Мы сейчас вот подъезжаем, ТЦ-Сити, ну и посмотрим, я вам попробую показать, сколько сегодня отходов привезли к этому магазину, к этому торговому центру, жители нашего города. Я сейчас нахожусь в машине с Вячеславом, с представителем Архангельского мусороперерабатывающего комбината. Ну и мы сегодня с ним попробуем проехать точно так же, как в прошлом году я вам показал, по всем нашим точкам. Это Ленина 40, железнодорожная 11А, ну и остров Ягры, набережная острова Ягры. Сегодня проходит очередная акция у которого Центра Сити совместно с Архангельским мусороперерабатывающим комбинатом. Большая поддержка людей, то есть с нашего начинания, которое уже продолжается с января 2019 года, люди как старые участники наших акций, так и новые участники приходят, поддерживают, то есть объемы вторсырья большие. Учитывая, что акции проходят на сети площадки города, поддержка людей большая, и люди с удовольствием участков приходят и приносят во сети. А почему сегодня именно здесь вы решили провести эту акцию, а не на Карломаркса? Акции чередуются, потому что не все люди на своем личном транспорте, то есть мы стараемся все-таки учитывать желания людей. Да, кто-то копит в течение месяца, приносит сюда, и также в новом городе на Карломаркса просят участники акции площадку по сбору, поэтому мы чередуем. Спасибо большое жителям нашего города, которые принимают участие в наших акциях, которые нас поддерживают, приносят свое вторсырье, потому что оно все идет на переработку, а не на полигон, и поддерживают также нашего АМПК. Ну вот, друзья, мы сейчас подъезжаем к проспекту Ленина, 40, а это третье место сегодняшней сортировки отходов, ну и, как обычно, я вам покажу, сколько отходов жители принесли сегодня в это место. Хочу сразу сказать, что, конечно, большое спасибо жителям, что они занимаются раздельным сбором отходов. Ленина, здравствуйте, скажите, пожалуйста, давно ли вы занимаетесь сортировкой мусора, и почему вы пришли на эту замечательную нашу акцию? Здравствуйте, я приехала из Москвы, родилась я в Сверотлинске, до 12 лет здесь жила. Несмотря на то, что в 97-м году уехала, бываю здесь часто, и мне очень нравится и такой вдохновленный город в плане того, что собирают мусор, да, раздельный. И я тоже решила принять в этом участие, это моя родина, и я считаю, что вот это сплочение, ну, вы большие молодцы. Ну, а в Москве, скажите, пожалуйста, вот у вас контейнера стоят для раздельного сбора отходов? Есть как и раздельные, так и везде смешанные. Но все же, я думаю, часто люди пренебрегают и все-таки, как сказать, все вместе, да, выкидывают, стараются. А вот такой энтузиазм, он все-таки, наверное, присущ больше северному народу. Ну, согласитесь, когда люди, зная, что каждые две недели проходит акция, приходят, как клуб по интересам участвуют в этой акции. Вот мы видим, что и дети сейчас помогают грузить взрослым машины отходы, это всегда было замечательно, то есть родители пытаются где-то прибивать как раз. Это отлично, культурные ценности, это отлично. В конце концов, жить детям в дальнейшем, поэтому это все правильно. Спасибо большое. Вам спасибо. Друзья, мы вот сейчас с вами подъезжаем на улице Железнодорожной 11А. Это четвертое место наше для сортировки отходов. Это вот как раз дом, где видный магазин находится, и во дворе этого дома. что-то небольшое сооружение находится, это маленький домик 11А, Железнодорожный 11А. Здесь он у нас не очень много отходов приносит, но, тем не менее, мы все равно используем это место для того, чтобы жители близких ближайших домов Батарейки можно подрать сюда, давайте. А мы сейчас с вами поднимем еще на ярмарке сюда. Ну вот мы отъезжаем от Железнодорожной и едем на остров Ягры. Друзья, мы вот сейчас подъезжаем к нашей пятой точке, к нам остров Ягры. Сейчас мы вот подъезжаем к улице Путомы 13. Как я вам уже неоднократно говорил, это место, куда жители Ягры приносят отходы для сортировки и место сбора отходов. Ягры приносят отходы для сортировки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВООЗГРАНИЕ Продолжение следует... Продолжение следует...